Музыка Ярчайшим актером в нашем мюзикле Он исполняет роль Фарлафа И смотреть на него одно удовольствие Он приезжал на репетицию Уже мы с ним сделали всю программу И он сейчас уехал на свои шоу во Францию Или в Европе Звезды сошлись, что он у нас И наши зрители его увидят И действительно полюбят А также у нас участвует Маргарита Дробязко Кодолос Ванагас Я рада, что они с огромным опытом У них колоссальный опыт Все, знаете, в «Звездах найду» Все время по-разному называются Последние – это «Ледниковый фильм» И, конечно, мы все набрались огромного актерского мастерства И порадуют нашим зрителям не только мастерством фигурным, но и мастерством актерским К нашим исполнителям вокальным Мы долго думали привлекать или не привлекать, но вот именно из звезд эстрады И, честно признаюсь, все началось с Филиппа Киркорова Потому что на роль Черномора мы долго искали вот Алексея Кто же исполнит нам Черномора И когда я позвонила Филиппу, он даже меня не выслушал Он сказал, да, я согласен Я говорю, подожди, Филипп, может, тебе не понравится Может быть, ты должен послушать свою арию Может, тебе что-то... Он говорит, Навка, ты по-любому не сделаешь плохо Мне кажется, это безумно приятно И его сегодня с нами нет, он работает Но, опять, еще раз хочу воспользоваться звучанием, чтобы поблагодарить его Следующим, конечно, был Руслан Ну и когда Алексей Сеченов, его команда предложила несколько кандидатур Ну, в общем-то, понимая, что, ну, когда прозвучал Александр Панайотов То так же не было другого варианта Это когда он, тем более, пришел в студию и спел пару первых праз Это просто попадание в точку И его голос действительно вдохновляет И окрыляет, и хочется летать Хочется любить Я думаю, что зритель действительно это почувствует во время шоу Ну и, конечно, Ани Лорак, ее сегодня с нами нет Тоже мы долго думали Все-таки, если у нас уже и Черномор, и Руслан исполняют такие прекрасные исполнители, певцы То, естественно, нужна была Людмила И так же единогласно наш выбор пал на Каролину Ани Лорак И то же самое, придя в студию, все срослось Я стала танцевать и поняла, что у Людмилы тоже состоялось Что мне нужно еще сказать, подскажите Кому передать слово? Ну, Алексея Сечина, наверное, нужно... Знаете, я Алексея знаю, мы все любим Петр В свое время Алексея Сечина был оператором У нас еще, сколько, 12 лет назад, практически, 11 лет Первый наш звездный дом И то, как он снимал нас, то, как он нас раскрывал Вся страна любилась у нас уже тогда, в 2006 году Потом мы периодически с ним сталкивались И когда я решила, вообще, быть или не быть этому шоу И вообще, как-то, оттолкнуться от чего-то Почему-то решила набрать ему и сказала Леш, скажи, пожалуйста, ты же много снимаешь И с ним работаешь, и много представлений И, в общем, знаешь всех в этой стране Скажи мне режиссера И на что он сказал, это я Вот почему я ему позвонила Да, я действительно просто взяла трубку, сняла и набрала Сечинова И, конечно, то, что он делает То, как он работает, в первую очередь То, как он отдается этому То, как он этим живет Его огромная команда Сечина в компании Я влюблена в этих В этих ребят, в эту команду, в эту семью И я безумно благодарна и счастлива Что действительно Звезды сошлись И мы работаем с Алексеем Мне кажется, что в такой картинке Такого зрелища Ну, мне хочется в это верить Что в этом случае в нашей стране еще не было Расскажи, что мы внедрили в лед Даже лампочки в июле месяце Это такое ноу-хау, придуманное Сечином и Алексеем командой И в июле месяце, когда в Мегаспорте растопили лед для профилактики Мы туда внедрили лампочки Поэтому зритель увидит такое вот зрелище Которого, можно сказать, что сами никогда нигде не видели У нас будет очень много спецэффектов Всевозможных удивительных Сказочных персонажей Которые будут интересны не только детям, но и взрослым Ну, давай я знаю, расскажу больше про драматургию Прошу любите жалову, Алексей Сечин Доброе утро, добрый день Ну, сказать о этом проекте С чего сказать, с чего начать Хочу сказать, что этот проект, который делается больше года Это раз То количество людей, которые заняты в этом проекте Ну, не знаю, я вчера думал, что сказать по поводу количества людей И примерно мы насчитали, что это порядка полутора тысяч Во всех областях, связанных с драматургией, с техникой, с иллюзиями Порядка полутора тысяч человек, которые заняты на этом проекте Сейчас пик, сейчас идет, собственно говоря, монтаж Знаете, как обратного пути нет Мы станем говорить, что мы в одну нырнули в реку Того берега еще нет А тот, с которого нырнули, уже нет Поэтому, куда мы приплывем Ну, как бы то ни было, уже все Так что 23 число, это будет тот самый пик Что сказать о драматургии И что сказать с точки зрения того, как мы создавали и придумывали этот мир Который, собственно говоря, заложен Пушкиным в литернаторию Этот мир фантастический И наша была задача зрителя, когда он придет погрузить в эту атмосферу То, что создано Пушкиным, когда начинаете его раскрывать И вдруг появляется, через полгода осмысления этого произведения Появляются нотки ясности, что вдруг тебе дается мозгами понять и оценить В какой мир ты окунулся Вот это, конечно, грандиозно Когда ты начинаешь этих персонажей видеть, чувствовать Когда ты начинаешь чувствовать этот лес Это волшебство, эти характеры персонажей Вот в этом и есть эта магия И если нам всем удастся это передать зрителям То это будет приятный, приятный нашу связь Вот И хочется еще по этому поводу сказать, что Очень хочется, чтобы зритель после того, как нас увидит Посмотрит этот спектакль Ну, выйдет после него чуточку изменен Он скажет себе, что я хочу жить теперь по-другому Вот это наша задача Вот, если это будет так, то мы задачи выполняем Спасибо, Алексей Пожалуйста, мне добавить еще, что важно было для нас Это довольно-таки не детское произведение И когда я понимала, что, в первую очередь, я, конечно, опиралась на зрителя Эту мою дочку младшему и три года, четыре месяца И я понимала, что она придет и она должна полюбить это не как взрослое произведение А как сказку И мало того, чтобы полюбить Она мне хотела, чтобы она взяла книжку после этого, ну, может, там постарше уже, когда начнем читать И прочитала это сама И она уже знает, у лукова моря тук зеленый И я надеюсь, что какие-то моменты, которые услышат дети, взрослые на нашем шоу Они откроют это У нас же написана музыка, она стихи Пушкина И поэтому, когда потом люди захотят прочитать Взрослые сами дети, у них уже дети сами И они захотят это выучить Они захотят это читать, читать и знать И об этом больше Потому что мало кто знает персонажей Руслану и Людмиле Все знают, что есть Черноморец, все знают, но не все Все знают, что у Руслан есть Людмила А что там дальше происходит? Что там еще такое огромное количество витязей Что там еще есть добро и зло Вот это была наша задача донести до зрителей Чтобы это было интересно От мало до великого Ну, я уверена, что мы с этой задачей точно справились Уже даже Ну, а там дальше Это нравится, мне нравится Но главное, что сказка войдет в каждый дом В каждое сердце Спасибо большое Коллеги Я думаю, что У вас есть вопросы Поэтому перейдем к ним Какой возраст рассчитан? Можно ли маленьких детей тут ввести? Не поставить ли нам 2 лет на входе? Ну, у нас любой возраст Для любого возраста Ну, конечно, там маленьких не совсем до годика или два Наверное, просто не новато Каждый ребенок индивидуальный У меня моя дочка в 2 года смотрела кармены И хотела и танцевала И хотела и идти Нет-нет, у нас, конечно, это сказки детей Поэтому с нуля можно водить всех Если, опять-таки, ребенок Психика ребенка готова К такому масштабному Вот Добрый день всем Очень приятно Нахалиться здесь по поводу Такого грандиозного события Как Примерно Людмила А сразу скажу, что Мне была большая честь Быть подшимом Выдающейся фигуристке А теперь еще и Наверное Одного из лидирующих продюсеров Нашего фигурно-катательного шоу-бизнеса Не боюсь этого Сравнения Потому что Действительно Мы вот с Виктором Наверное Обсуждали Что много очень Больших ярких Шоу На этой планете Связан с фигурным катанием Но то, что Татьяна сейчас делает Это Вместе с Алексеем Да Воплощает Жизнь Это действительно Такой огромный проект Которого Пока что Наверное Мы еще Не видели Очень приятно Ощущать себя Частью Происходящего Надеюсь Начинка Частью Вот В таланте Татьяна Как в выездке И как Не сомневался Хочу от себя Отметить Что Для Участников Проекта Очень важно Когда Человек Который Собирает Вокруг Себя Команду Относится К ним Как Своей Семье И Я Могу От лица Всего Корректива Который Катаясь На льду Сказать Что Не было Людей Возникают Походу Какие-то Вопросы Которые Остались Без внимания И Вот Они Всегда Есть Время На то Чтобы Пообщаться С каждым Исполнителем Будь то Главная Роль Или Как-то Балет Я Вообще Не понимаю Как Находится Время На то Чтобы Заниматься И музыкой И хореографией И костюмом И поиском Спонсоров И инвесторов И Стоянно Приглашать Людей Которые Наверное Со стороны Прокомментировали То Как Они Видят Состояние Дело На текущий Момент Наверное Это Как раз Качество Успешного Продюсера Которые Необходимы Для того Чтобы Сделать Что-то Большое Вперед Проект На данном этапе Мои Комплименты Кататься Кататься Смеять На удовольствие Я думаю Что Путин Банас Пыталась Вести Пару Раз В жизни И Наконец-то Вот Настал Тот Монент Наши Наши Коррели Спортивные Как и Петра Это Удивительно Нас Пытались Периодически Ставить В пары Но Что-то Жизненно Разбрасывая Не случалось Несколько раз Должны Были Прямо Становиться Пару И Видите Как После всех Уже Побед После Всех Преодолений Мы Наконец-то Встретились В Русланной Ведуле Ну Так как Я Все еще Катаюсь Да Да Вот С нетерпением Ждем Конечно же 23 числа Волнуемся Переживаем Сейчас По максимуму Делаем Какие-то Последние Доработки Маленькие Нюансы Я выявил Что они Будут Еще Возникать По ходу Проекта Но Так как Перспектива У проекта Весьма Продолжительная Я думаю Что Мы будем Учитывать И пожелания Замитрии В том числе И Надеемся На то Что Всем Все Понравится Алексей Меня Покорил Действительно Своей Стопроцентной Самоотдачи И Новат Подходит К Нашему Ремеслу Потому Что Все Таки Я Занимаюсь Режиссурой Нальцеву Достаточно Давно Но Смотрю На это Дело С точки Дрения Немного Рекспорта Подписания Конечно Совершенно Другим Взглядом А более Глобальным Я Понимаю Что Это Будет Действительно Наверное Другое Что Наш План По стране Пользуется Достаточно Высоко Я Вернув Евгений Крещенко Все они Безусловно Выдающиеся Продюсеры В нашем Ледовом Бизнесе И Благодаря Им Конечно В мире Существуют Определенные Уже Стандарты Которые Как бы Диктуют Наверное Современные Тенденции Что ли И когда Дритель приходит На очередное Ледовое шоу Они Конечно Есть С чем Сравны Я думаю Что Мы В этом Не первый год Мы знаем Что такое Хорошо И что такое Плохо В процессе Работы В училище И Надеемся Что Результат Будет Очень Плохо Спасибо Большое Карелик Слава Вопросы Зала Прошу вас Дорога У меня Также Вопрос Если Возьми на Музыка Вставляющие Спектакли Что Выступил Композитором Как вообще Создавалась Музыкальная Часть И Нет Каких-то Проверий Может быть Кансклассик Музыкальная 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 Музыка Абсолютно Самопутно Знаете У нас Это Наверное Есть ли еще Такие проекты Где Участвуют Два Композитора Мне кажется Сколько Уже А не было Сначала У нас Был Композитор Рекомендации Рекомендации Да Литей Я вам скажу Ну давайте Откажем Вообще Этот проект На самом деле Уникальный Который Развивался Развивался Постепенно И мы Сами Сами У себя Учились И этот проект Вас заставлял Учиться Потому что Многие вещи Мы делали Вновь Заново И Впервые Идея была Однозначна В самом начале Что Музыку Мы пишем Самостоятельно Вот самостоятельно Как это Поступить Когда Здесь У Слана Людмила Написано Это Надо было Набраться Смелости Чтобы Второе Надо было Определиться В жанре Определиться В жанре И Как-то Мы для себя Сформулировали Что Жанр Музыки Будет Ну Рок-опера Что это Такое Должно Быть Потому что Произведение Чрезвычайно Сложное Привил Свои Композиторы Рафи Медадзе Мы Начали Работать 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 В какой-то Момент В какой-то Момент Татьяна Пришла И сказала Что Нам нужно Музыку Делать Полнее Полнее Был Привлечен Еще один Композитор Роман Игнатьев Да Роман Игнатьев И Вот Наверное Симбиоз Двух Композиторов Симбиоз Двух Стилий Жанров Вот Сейчас Воплощен В жизни Трудно Даже Сказать Кто Написал Больше Кто Написал Кто Написал Больше Нет Это Непонятно Совсем Потому что Мотивом Одно Служило Одно Потом Выливалось В другое В танце Когда Татьяна Начала Ставить Номера Появлялось Что-то Третье В режиссуре Появлялось Четвертое И так Это Выплывало Выплывало То есть По сути Вещем Мы Сами Учились У себя Вот Чем Дело И Самое Главное Самое Главное Из Поэзии Пушкина Мы сделали Песню Это Удивительная Штука Это Интересно Это Интересно И Даже В студии Было Такое Что Во-вторых Мы Всю музыку Записали Вживую У нас Действительно Живой Оркестр Исполнил Все Наше Произведение Весь Мюзикл И Были Случай Когда Я Приходила В студию Становилась Перед Музыкантами И танцевала И они От моих движений И от моего Вот этой Моей энергетики Прямо Вживую Может Я как дирижер Только Дирижировала Своим Танцем И телом Такое Впервые Во всяком случае В моей Практике Точно Но Занимательно Очень увлекательно И Вся Естественно Наша Жизнь Сейчас Я не знаю Как кому Но мне Даже ночью Снятся И Руслан И Людмила И Черномор Кстати Не забыли Сказать Я забыл Сказать О Черноморье Это Иван Бариев Мы тоже Долго думали Кого же Все-таки Привлечь И Опять Я даже Представляю Его даже Просто в жизни Внешние данные Безумно Подходят Под образ Черномора Это Прекраснейший Фигурист Он многократный Чемпион Италии Он По-моему Чемпион Мира Среди Вюниоров Вообще Он талантливейший Фигурист До сих пор Участвует В любительском Спорте Он Даже Будет Попался В Игры И Вот Такой Состав Также Еще Артур Гачицкий Забыли Сказать Про Артура Гачинского Наш Ученик Алексей Мишина Прекраснейший Фигурист Серебряный Призер Чемпионат Европы Чемпионат Чемпионат Мира И Также Юка Кавагути Александр Смирнов Наши Ученик Тамар Никола Миквиной Тоже Довольно Известный В мире Фигурист Катания В нашей Стране Они Представляли На Олимпийских Играх Россию И Чемпионат Европы Такой У нас Состав Очень Мощный Спасибо Вопрос Татьяны И Сергеев Поскольку Татьяна О том Что А дети Шоу Покорить Мир Соответственно Планируется Гастрольное Дети В России За рубежом Но Поздравить Хочу С таким Большим Проектом Спасибо Конечно Планируется Как можно Это детище Не пустить Я уже Сказала Что Есть желание Покорить Мир Пока Что Ведутся Всевозможные Переговоры Все Это На Стадии Переговоров Я думаю Что Любой Промоутер Который Думает Привезти Хочет Сначала Увидеть Одно Дело Увидеть Я Рассчитываю Очень На Том Мы Рассчитываем Что Когда Люди Увидят То Хотят Чтобы Это Шоу Увидел Мир Еще Добавить Соглас С Шоу Разговора Выдали На Темы И Мы Раздумали О Международном Факте Что Будет Дальше С Этим Шоу Если Говорить О Китая Что Китай Пушкин Крайне Восстремлен Крайне Популярно Поэтому Смотрим Те рынки Где И Пушкин Популярно Катание Популярно Забросов На И Приглашения Из разных стран Из разных Регионов Поступают Постоянно Поэтому Соглас Татьяна Когда Пошел Посмотреть Паранализируем Внимательно Как Среагируют Зрители Потом Будем Принимать Решение Спасибо Татьяна Скажите Сколько Тренировки Занимали День По времени Что Вот Такое Шоу В В Часах Были Выходные Если Позволяли Что Избор Так Работали И Последнее Уточнить Когда Миллионы Раз Пропадали Откуда Эмоции Силы Уже Настолько Все Это Поднадоем Спасибо 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 Репетиции Еще Не Остановлены Они Будут Продолжаться Прямо До Самого Самого Прямо 23 Декабря И Подсчитать Часы Конечно Сложно Мы Репетируем На протяжении Двух Месяцев К сожалению В нашей Стране Не так Много Катков Как В Америке В Финляндии В нашей Стране Всего Лишь Порядка 240 В стране А Что-то Не говорю В Финляндии Там Порядка 600 Да Ну В общем Огромная Конечно Колоссальная Разница И В связи С этим Лед Найти Для Таких Репетиций Очень Сложно Потому Что На всех Хатках Существует И Хоккей И Школа Фигурного Катания Дедики Катаются И Готовятся По Своим Соревнованиям Поэтому Мы Репетируем Начально Когда все Спят Вся страна Конечно Нелегко Но Кто Говорит Что Будет Легко Да Пожалуйста Спасибо Да Клик Прошу Вас В Великоле Оказались Затраты Вот Сказали Что Полторы Тысячи Человек И Знаменитые Артисты Участвуют Также Как Вы Считаете Окупится Ли Все Это Дело Куда Пойдут Доходы Есть Элементы Благотворительности Безусловно Это Масштабный Проект И Затраты Тоже Масштабные В моем Понимании На сегодняшний День Я Этим Занимается Больше Вопрос Бухгалтерии Наши На сегодняшний День Я знаю Что Билеты Раскупаются Очень Хорошо И Действительно Мы даже Открыли 23 декабря Премьерный День Потому что Поняли Что Спрос Большой Мы не Хотели Изначально Делать В продажу Выходить Для своих Гостей Для друзей Для прессы Но Когда Поняли Что Спрос Открыли Продажи Так что Еще Есть Билеты На Премьерный День И Мы Ждем Многие Не знают Об этом Пожалуйста Покупайте И Приходите Мы Обязательно Делаем Благотворительное Шоу И У нас Будет Одно Несколько Прям Совсем Благотворительных Мы Привозим Детей И И Все-таки Больше И Привозим Детей Сейчас Если я что-то Не скажу Почти так Помнишь И Привозим Деток Из Детодомов Из Малоимущие Дети И Детей Наверное Сергей Татьяна Немножко Скромничает Она Вообще Много Времени Уделяет Этому Аспекту Например Недавно Саша У нас Был Посещение В Хабенском Одной Из Клиник В Городе Москве Это был Четвертый Момент Детишек С Благотворительным Заболеванием Татьяна Очень Щедро И Правильно Пригласила Этих Ребятишек Детишек С родителями На Наше Шоу Вот Если Также О географии Посещения Мы Как-то Нашли Способ Отслеживать Зрительский Интерес Я могу Подчеркнуть Что У нас Есть Большой Способ Поэтому Я Стараемся Далить Действительно Как можно Больше Детям Которые Даже Не Не Возможно Спасибо Большое Коллеги Я Предлагаю Закончить Работу Руслана Александр Давайте Пожалуйста Дайте Последний Далее Татьяна У вас Очень Богатые Костюмы Я Посмотрю У Всего Скажите Насколько Сложно Будет Кататься В этих Костюм Вы Будете Делать Очень Сложные Поддержки Еще Вопрос Виктор Петренко Насколько Часто Вы Будете На Льду В плане Того Насколько У вас Большая Как Часто Вы Будете Вы Выходить На Льду И Татьяне Еще Вопрос По По Как Балет Как Как Критерии Были Подволы Артистов Блетовых И Спасибо Коллега У нас Не так Во время Прошу Прежде Чего Хочу Сказать Спасибо Тане За Теплые Слова За Теплые Силы Это Предел Нашел Мою Спортивную Карьеру Профессиональной Она Ищет Более 20 Я Участвовал В Различном Родах Шоу Связанное С В Катар Нем Смело Сказать Потому что Это Шоу Наверное В своем Моге Потому что Здесь Совокупность Профессионалов Фигуристов Профессионалов Режиссуры Профессионалов Техники И вот Это Шоу Я уверен Очень Хорошим Всех Пригодно Представим К тайным Высказанием Переходите Вы получите Удовольствие А я Я выхожу На лед Несколько раз В течение Всего Спектакля У меня Есть Сольные Выходы Есть Групповые Выходы Поэтому Эмоционально Это Перепады Есть Праздничные Есть Такие Грустные Поэтому Для меня Это очень Интересные Даст Нет Открытие В 23 Игра Спасибо Первый ряд Прошу Вас Костюмы Я не отметила Костюмы Костюмы У нас Действительно Потрясающе Красивые Мы Профессионалы И знаю Что Костюмы Должны Удобные Поэтому Все Эти Вещи Учитываются И Конечно Мы Учтем С тем Расчетом Что У них Нужно Делать Свойные Элементы Так что Не волнуйтесь У меня Потрясающе Уникальные Короны Даже Две Алексей Настоял Чтобы Было Две Скала Одна Тоже Красивая И Хорошо Но Меня Убедили Что Мне Должны Две Короны Поэтому Костюмы Очень Красивая Красная Корона Я ее Вставляла В Инстаграме Наверное Другие Какое Еще Последнее Что Вы Спросили Карда-балет Никогда не думала Что это так сложно Работать С Огромной Массой Ребят Талантливых Каждой Своем Талантливых Круппе Нашли Парные Пары И Танцевальные Пары Конечно Обратить Это все Воедино Безумно Сложно Но В этом Мне Помог Конечно Петр У него Огромная Практика Он Ставил Не Одно Шоу На Людм И Я Тоже Этому Училась И Научилась И Это Тоже Отдельная Такая Работа Которая Затачивает Колоссальный И физический Труд И Еще Эмоциональный Потому что Они все Разные С характером С индивидуальностью Общаешься Уже Человек Создает Другой Делай Еще Молодой Некоторые Дирки Родятся Многие Могли Быть У Возраст Моей Дочке Старшей И Конечно Каждому Я Пытаюсь Подойти Как К Ребенку Что На этом Месте Может Быть Моя Дочь И В то же Время Нужно Собрать Чтобы Никто Друг Друга Не Подвел В то же Дать Какое-то Послабление Чуть Ну Ты Прям Спасибо Шеф Да Пришло Для Ваши Вопрос У меня Вопрос к Александру Подолетову Александр Я следила С событиями Которые Происходят На страничке В инстаграме На Кушоу И там Просто Большущий Ажиотаж Ваши Поклонники Их Очень много Они пишут Приятные Хорошие Вещи И они Писали Много Вопрос Как Отнесся Александр Как Как ему сделали предложение Что он почувствовал Если связь между Краснодаром И Александром И Самое главное Могли бы Вы Немножечко Часть Маленькие Непосю И Конечно Могли бы Ну Во-первых У меня Потрясающее Счастье Которое Просто Разбирает От того Что Меня Пригласили Поучаствовать Частично Знаете Как Средка Заприкоснулся Рукавами К великому Спорту Я Благодарю Всей команде Татьяне То Что Выбор Полно меня И Всего Нашего Многообразия Наших Артистов Скажем так Потому что Я вновь Начинающий Артист Скажем так У меня уже Долгий Творческий Пут И Во-первых Это классик Александр Сергеевич Пушкин Мой тезка Кстати Я тоже Александр Сергеевич И Это первая Наша Русская Фэнтези Которая У нас Вообще Есть Такая Мы В стране Написаны Еще Тогда Во-вторых Это Татьяна Я Да Мне Таник Тайный Поклонник Татьяна И Я Всегда Слежу За тем Что Делается У нас В спорте Касаемо Фигурного Катания Это Поприсящая Команда Профессионал С Алексеем Мы Познакомились На двор Сухом И Дельчин Уродно Новый Поприсящий Тоже Крутой Шоу Потом На фестивале Молодежи Я тогда Понял Что Это Один из Лучших Режиссеров У нас В стране А во-вторых А еще Хочу сказать Я Так Разошелся Я вообще Считаю Что Наши Спортсмены Фигурного Катания Наши Суперзвезды Понимаете Насколько Она повезла Жить В такой Стране В которой Есть Такие Люди Талантливые Которые Привозят Каждый раз Нам Первые Места Мы Должны Как В Америке В Нью-Йорке На Бродвее Есть Суперзвезды Весь Мир Слетается Туда Смотреть Музику Мы Должны Вообще Поставить На поток Вот такие Проекты Как Руслан Илья Мил Чтобы К нам В страну Приезжали Смотреть На наши Суперзвезд Не только Конец Года Но это Должно Круглогодично Я так Считаю Не ждать Первого канала Или каких-нибудь Таких шоу Когда-нибудь Год показывает Где-то Вышло А это Должно Быть Повсеместно Это Очень Другое Ну конечно Я Спою Сейчас Сейчас Тех Открою Минуту Я Спою Кусочек Самой Главной Партии Руслан С Петром Черношова Мы Похожем Немножко Главное Подниму Да Хорошо Вдыхаю Твой Влюбленный Шоп Восторги Чувств И робкий Ропот Нежных Поцелуев Сладкий Звук Моя Супруга Твой Супруг Пока Аплодисменты Продолжить Мы благодарим Наших участников Сегодняшнего мероприятия Аплодисменты Мы Поддержали Изначально И В общем-то Дали Такой Толчок Именно Чтобы Это было Такого Масштаба Шоу Эти компании Огромное Спасибо Что они стоят За нашими Кричами И Дают Возможность Лампочки Мет Свет Повесить Правильный Музыку Качественную Написайте Музыку Без их Поддержки Наверное Не хватило Бюджета Чтобы Это Состояло Огромное Спасибо Спасибо Большое И Большое Вам И 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 Продолжение следует...